Сергей Викторович, добрый день. Вчера полномочный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил о необходимости вмешательства в данную организацию, а также непосредственно ее генерального секретаря Панки Муна в разрешении украинского кризиса. Как российская сторона видит, какие аспекты, полномочный представитель, чтобы была какая-то рабочая группа, как вы видите данное вмешательство в ООН? Мы не навязываем какие-то конкретные формы, но мы явно ощущаем необходимость какого-то дополнительного толчка со стороны международного сообщества, потому что и соглашение между Януковичем и тремя в то время оппозиционными лидерами от 21 февраля было поддержано европейскими министрами, и оно не выполнялось никоим образом, и практически было выброшено через день после его подписания, когда госпереворот свершился. И женевский документ от 17 апреля, который был составлен с участием России, США и Евросоюза, он тоже не выполняется. На основе этого документа швейцарское председательство ОБСЕ подготовило дорожную карту, обнародовав ее после того, как президент Швейцарии посетил Москву 7 мая. Все ее поддержали, кроме украинского правительства, которое заявило, что у них есть своя дорожная карта, во многом перекликающаяся со швейцарской, но во многом и имеющая, как бы, свои особые черты. Если сравнить эти документы, разница там прежде всего в том, что украинцы не выносят на первый план, в тех действиях, которых от них ждут члены международного сообщества, не выносят прекращение насилия. И последнее заявление, к огромному сожалению нашему и многих других наших партнеров со стороны киевских руководителей, свидетельствует о том, что они хотят довести до конца, до какого непонятного, вот эту вот так называемую антитеррористическую операцию. Продолжают поступать сообщения о гибели людей, о каких-то проблемах, возникающих с наблюдателями ОБСЕ. Кстати, насчет ОБСЕ до сих пор, я уже говорил об этом несколько раз, до сих пор так и не ратифицирован меморандум между Украиной и ОБСЕ, который закрепляет обязанность принимающей стороны обеспечивать безопасность и иммунитеты наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Получается, мы не можем добиться выполнения подписываемых документов ни от 21 февраля, ни от 17 апреля, ни дорожной карты. Мы не можем добиться ратификации документа, фиксирующего статус международных наблюдателей на Украине. Ну, наверное, простыми уговорами уже мы не звенем дело с мертвой точки. Наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия для того, чтобы прекратить насилие, включая, прежде всего, карательную операцию, и начать взаимоуважительный диалог, не наклеивая ярлыков. Потому что, когда мы слышим от новых властей заявление, что будем готовы разговаривать со всеми, кроме террористов и сепаратистов, даже уже представители ОБСЕ призвали киевских руководителей не использовать такие термины, а все-таки вовлечь в диалог всех без исключений, постараться услышать и понять всех без исключения представителей регионов, которые требуют вполне конкретных и вполне понятных вещей. Право избирать своих руководителей в регионах, право пользоваться русским языком и другими языками, которые являются языками меньшинств на Украине, необходимость больших полномочий, в том числе в сфере использования средств, поступающих за счет налогообложения. Почему об этом нельзя говорить откровенно и взаимоуважительно, я не знаю. И почему для того, чтобы такой разговор начать, надо сначала одержать победу в гражданской войне, по сути дела. И насколько это будет способствовать созданию необходимой атмосферы для переговоров, ответов на эти вопросы нет. Безусловно, важнейшей частью процесса, который должен быть все-таки начат, как можно скорее, является расследование преступлений, совершенных на Украине. Есть группа в рамках Совета Европы, которая была создана, чтобы расследовать события 18-20 февраля на Майдане, Вчера, по-моему, или позавчера, Петр Порошенко заявил, что он готов расширить полномочия этой группы на расследование трагедии Одессы и Мариуполя, пригласить для участия в этих мероприятиях международных экспертов из Германии, других стран Евросоюза, России, Израиля. Но ничего не происходит. Разговоры остаются разговорами. И 19 мая я направил письма и генеральному секретарю ООН, и генеральному секретарю председателю ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека с призывом обеспечить, учитывая колоссальный украинский и международный резонанс того, что произошло в Одессе, обеспечить беспристрастное международное расследование. Вчера мы напомнили об этом руководителям упомянутых уважаемых организаций. И думаю, что уж как минимум генеральный секретарь ООН мог бы проявить настойчивость вот в этом вопросе, в том, чтобы сделать расследование Одесской трагедии транспарентным, беспристрастным и справедливым. Вот это в качестве пожелания один конкретный вопрос, который уверен по плечу руководителю ведущей международной организации. Спасибо.